здравствуйте уважаемые участники здравствуйте александр у нас новый месяц и мы снова встречаемся с александром элдером для того чтобы поговорить о рынках и поговорить о текущей ситуации безусловно будем говорить о трейдинге об инвестициях и сейчас ситуация на рынке достаточно интересная поэтому как всегда интересно встретиться в конце ноября с александром и обсудить текущую ситуацию но прежде чем мы начнем прежде чем мы перейдем как раз к обсуждению рынков несколько слов с моей стороны в начале как всегда начну с предупреждения о рисках всегда важно понимать что торговля или инвестиции на рынках они связаны с рисками с ними нужно разобраться ознакомиться научиться с ними работать и только после этого переходить к работе на реальном счете александр очень часто также касается этого вопроса поэтому мы в ходе нашей встречи также будем про него говорить но для тех кто присутствует впервые на наших вебинарах несколько слов о компании адмирал с мы являемся международным брокером работаем в разных странах собственно как я вначале сделал опрос откуда у нас подключились участники мы видели огромное количество стран большое количество европейских стран и фактически клиенты наши клиенты они находятся в большом количестве стран то у нас есть лицензия канады южной африки европейские лицензии безусловно поэтому мы всегда оказываем сервис для трейдеров и инвесторов предоставляем различные платформы различные инструменты для анализа и в том числе есть отдельно мобильное приложение в котором можно формировать портфель до совершать инвестиции или следить за вашими сделками в адмирал с мы очень большое внимание уделяем именно обучению поэтому очень рады что александр имеет возможность подключаться на эти встречи раз в месяц делиться с нами своим опытом и в том числе я скажу для наших участников что у нас есть youtube канал у нас есть telegram канал на который я рекомендую подписаться для того чтобы не пропустить следующие выпил выпуски и следующие встречи ситуация на рынке достаточно интересная да у нас заканчивается ноябрь впереди декабрь да то есть последний месяц года как правило в декабре есть ожидание предновогоднего ралли на рынках но сейчас мы видим что рынки растут достаточно активно и возможно это ралли уже началось а возможно в декабре рынок будет не столь активным да очень много ситуация как рынок себя может привести по-разному но на текущий момент вот к моменту нашей встречи мы видим что ноябрь оказался очень позитивным да для компании мы видели бурный рост когда практически падение а предыдущее падение которое длилось три месяца оно было отыграно практически за месяц до в среднем если мы посмотрим на s&p 500 или на nasdaq и в том числе сейчас я демонстрирую как раз срез по s&p 500 за последний месяц мы видим что большинство компаний находится выше нуля да то есть какие-то компании выросли даже там порядка 40 процентов кто-то даже порядка 45 процентов за этот месяц то есть среднем динамика она позитивная и плюс-минус такая же картина наблюдается и на nasdaq есть определенное количество компаний которые снижаются безусловно не все компании всегда растут да или всегда падают всегда есть определенное различие но в общем на тенденции на рынке мы видим к повышению да и здесь будет очень интересно услышать мнение александра насколько ну точнее порассуждать да то есть насколько мы близки к пикам по возможности и если вероятность коррекции на рынке ну то есть приблизи приближаемся ли мы более ли вероятно коррекция на рынке скажу так ну и как всегда мы дообсудим ключевые инструменты ключевые активы подведем итоги конкурса разберем несколько акций в конце также будет серия ответы на вопросы я расскажу про то как можно установить индикаторы александра на платформе метатрейдер и расскажу про правила конкурса александр очень рад вас видеть как всегда и также наши участники которые подключаются постоянно задают вопросы постоянно спрашивают когда у нас будет следующая встреча а и александр с нетерпением передаю слово вам и как всегда будем с нетерпением да слушать вас и рассуждать о рынках спасибо большое роман когда вы сказали что у нас очень много участников русскоговорящих в европе понятно сказать по какой причине большинство из них там оказались чтобы не оказаться в окопах под авдеевкой мне это напомнило о том как я сам делал ноги из советского союза я заканчивал медицинский факультет университета и как и все проходил военную подготовку получил звездочку младшего лейтенанта они стали брать значит вызывать людей военкомат давать им вторую звездочку на целого лейтенанта и на два года загребали в армию а тогда значит военная операция была воевали с китаем на реке амур за остров даманский я боялся этого невероятно но мне повезло пронесло я нашел себе работу на корабле из этого корабля в африке сделал ноги как я оказался значит в этой солнечной стране но это просто так не относится к трейдингу а просто ваше упоминание того что столько что у нас так много участников по всей европе напомнило мне о том сказать как я сам оказался в этих далеких краях и как и начинал вообще всю эту биржевую игру я приехал из страны где иметь какие-то доллары в руках можно было загреметь в сибирь то есть я ничего не знал ни про какие финансы и семья была все это все врачи ничего не знал про деньги но меня заинтересовала эта игра и я решил что она великолепна нужно только думать думать я умею не нужно нет у тебя ни хозяев ни подчиненных вот только сиди думай принимай решение мне это показалось очень простым и я продал мотоцикл который у меня к тому времени завелся и на эти деньги купил акцию и произошло ужасное событие эта акция выросла я сделал деньги на первой сделке но я сразу понял что биржа дело очень легкая и купил вторую акцию и опять сделал деньги и у меня возникла этот бредовая идея то есть утвердилась эта бредовая идея что торговать значит легко и потом я много лет много лет терял деньги создавал и уничтожал свои счета пока я не избавился от этой бредовой идеи что торговать на рынке легко на самом деле ты ужасно трудно смысле ума математики вот таких вот вещей требования очень маленькие выпускник средней школы может очень успешно играть на бирже но эмоциональные требования к игре невероятно высокие невероятно это сложнее чем мозговая хирургия или проектирование ракет это очень требовательный процесс и поэтому колоссально важно иметь дисциплину очень важно понимать что всего рынка не не захватить не охватить рынок огромен да поэтому нужно найти его это маленький узкий сектор которым вы себя чувствуете комфортно и не то что это лучший сектор вы себя комфортно в нем чувствуете и и вот жить в нем жить в нем и если крутить это вот колесо и работать над тем чтобы концу каждой недели моя цель концу каждого месяца заканчивать в позитиве вот цель никаких великих вот так сказать начало продолжение и настоящее но я боюсь ты отвлекся роман вы хотите как всегда конечно начать с рынков я хочу мы смотрим вы показываете график очки 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 вы показываете график netflix s&p еще лучше да да переключил пока да 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 спасибо большое графика смп и и вы упомянули ралли который сильнейшая ралли которая была в ноябре и значит что нам предстоит теперь в декабре у меня есть партнер может по имени керри керри лаворн он живет в алабаме я живу на севере в михамшире но мы с ним вместе мы уже дружим 15 больше или больше 15 лет а мы с ними вместе ведем вот эту группу спайк трейд и у нас совершенно совершенно у нас одинаковые принципы контроль над риском ответственность открытость принципы анализа рынка у нас несколько разные довольно разные и в частности вот несколько дней тому назад керри повесил совершенно замечательный график сейчас его нет под рукой но если вы хотите я вам его пошлю потом он большой любитель сезонности на рынке и глядя на графики рынка за последние 10 лет выводится заключение что определенные месяцы как правило бычи другие месяцы как правило медвежьи какие-то месяцы нейтральные это не работает сто процентов но на рынках ничего не работает сто процентов это это сказать вполне законный метод анализа биржи так вот он недавно показывал что сентябрь это один из исторические один из самых исторических за последние 10 лет один из самых слабых месяцев на бирже это на самом деле то что мы видели рынок достиг верхушки слева на недельном графике мы видим эту верхушку которая создалась летом этого года в сентябре был очень жесткий спад в октябре рынок стабилизировался ноябрь по значит по исследованиям моего друга и партнера керри ноябрь на 90 процентов случаев ноябрь заканчивает выше чем начинался из ноября это исторически один из самых сильных месяцев года а декабрь 50 на 50 50 на 50 январь обычно слабоват 40 процентов на повышение опять-таки это 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 не закон физики или математики но вот такие статистические данные поэтому то что происходит на рынке сейчас рынок еще растет нас на на инерции ноября но подходит вот мы видим на этом графике такую довольно опасную зону мы видим что топ который значит ну верхушка мы не знаем будет ли это окончательная верхушка но вот верх который на рынке сейчас он где-то в зоне летнего верха да и динамика позитивная мы видим что мы сиди гистограмма поднимается мы видим что импульсная система зеленая но при этом мы видим что если это ралли хоть немножко спотыкнется и мои сиди гистограмма двинется чуть-чуть вниз повернет вниз даже не ниже нуля а просто вниз повернет мы видим же очень жесткую медвежью дивергенцию мои сиди гистограммы мои сиди линий и уже на лицо уже есть эта дивергенция индекса силы это нижняя панель с левой стороны так что рынок выглядит опасно с моей точки зрения смотрим на право на дневной график и здесь мы видим как а смотрите на гистограмм на мсд гистограмму вот это вот ноябрьская ралли с конца октября и вот весь ноябрь невероятный такой вот горб этой мсд гистограммы а сейчас она опускается и она практически на нуле уже смотрим на нижнюю панель где индекс силы и тут просто жесткая медвежья дивергенция посмотрите каким высоким был индекс силы в ноябре под потолок и какой этот индекс силы сейчас очень слабенький смотрим наконец на последний график на дневном на дневном графике сегодня с утра были хорошие новости были хорошие новости что американская экономика растет ускоренным ускорила темп роста роста в третьем квартале кто играет на рынках с утра аутсайдеры внешние люди люди которые читают газеты и поэтому я всегда очень внимательно смотрю на соотношение цены открытия новички и цены закрытия это больше гораздо профессионалы и что мы видим вот на последнем штрихе ну день еще не закончился еще еще полдня у нас впереди но мы видим как рынок рванул вверх с открытия и захлебнулся и захлебнулся и сейчас он уже торгуется ближе ближе к низам и при этом дивергенция индекса силы и при этом ослабевающая мастерегистограмма ситуация ситуация в которой я просто боюсь покупать и нахожу возможности играть на понижение у меня есть одна я держу сейчас одну позицию на повышение в энергетической водной компании энергетика сейчас я хорошо повела вдруг так у меня несколько позиций на понижение но при этом хочу сказать мой личный диапазон вот куда я смотрю во время биржевой игры это две недели если не меньше ну иногда может быть три то есть я смотрю на технический анализ как фары на автомобиле если едешь с работы домой то эти фары не покажут тебе всю дорогу но не осветят достаточно перед тобой что если ехать на нормальной скорости то можно относительно безопасно проехать вот хотя смотрю на эти индикаторы и делаю такие сделки если хотите я вам покажу роман индекс который вы любите который многие любят индекс новых высот новых низов для этого мне нужно будет переключиться на свой экран давайте да сейчас один момент я до сила готова континью и он и он и ссори и держится а вот нашел окей вы видите мой экран сейчас да да окей он кстати очень похож на ваш но потому что вашего ваш экран был запрограммирован сказать на основании моего слева мой стандартный подход слева недельный график стратегические решения справа дневной график тактические решения и это один из главных принципов биржевой игры который я описал еще тысячу лет тому назад в своей первой книге рынки живут одновременно в разных временных диапазонах вы можете смотреть на месячные графики на недельные на дневные и не могут даже идти на на часовые на десяти минутные на двух минутные это слишком коротко для меня я когда хочу смотреть на очень короткий диапазон я я люблю 25 и 5 минут длинные и короткие графики должны соотноситься друг с другом примерно как пять к одному в добрые старые времена когда еще приезжал в москву я читал проводил там класс и в перерыве ко мне подошел очень такой солидный очень старенький человек и сказал вы говорите они должны относиться к соотноситься как пять к одному но это неправильно мы это проверяли в академии они должны соотноситься друг с другом как один к четырем и шестидесяти двум сотым ну спасибо я это беру за комплименты потому что на глазок-то взял да так вот стратегическое решение на более длинном графике недельный против дневного месячный против недельного дневной против часового и так далее смотрим на смотрим на недельный график мы видим что рынок растет но как еще начал в январе посмотрите как все укорачиваются эти штрихи то есть длинный штрих это огромный энтузиазм а коротенький штрих энтузиазм очень мало вот его на прошлой неделе было совсем мало но эта неделя только еще половина прошла но видите как энтузиазм спадает с левой стороны с левой стороны недельный график недельный график новых высот новых низов новые высоты лидеры силы новые низы лидеры слабости и вы видите вот здесь высоту этого индекса силы на недельном графике это было в конце июля да могу даже цифру найти если увижу почти почти тысячи девятьсот двадцать один а сейчас этот индекс стоит на уровне двести девять двести девять двести девять это меньше чем девятьсот да то есть раньше была сила девятьсот бычья а сейчас села бычья двести но продолжается подъем от чего от инерции переходим на право дневной график и здесь мы видим как последние пару недель почти три недели уже да s&p это s&p это самый такой репрезентативный индекс в америке их много dow jones nasdaq но s&p представляет из себя 70 процентов 70 процентов всех денег на рынке поэтому s&p настолько популярен он очень хорошо представляет весь рынок при этом не засорен всякий всякой мелочью этот рынок ползет вверх по верхнему конверту это как канатоходец под 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 куполом цирка идет пока на идет идет по канату это опасная ситуация да вот ходить по канату тем более что внизу сеточки нет смотрим на индекс новых высот новых низов начиная с низа нижняя панель в месячном диапазоне абсолютная дивергенция посередине ежеквартальный одноквартальный диапазон дивергенция и наконец наверху годовой диапазон так нейтрально себя идет и еще на секунду индекс новых высот новых низов который основан не просто на цифрах сколько акций достигли новой высшей точки какие акции достигли новой низшей точки а это индекс новых высот новых низов построены на капитализации то есть умножаем умножаем количество акций которые достигли новой высоты на их общую ценность их компании то есть если амазон или apple достигают новой высоты это гораздо важнее чем какая-то мелкая компания достигну новой высоты и здесь мы видим что вот это вот вот ноябрьская тарали с правой стороны зеленые эти линии возле правого края мы видим эти колоссальные удары вверх но даже эти удары начинают слабеть и уже начинают опускаться инерция еще жива инерция еще жива новые капитализированные новые высоты все еще выше новых низов так что не будем далеко забегать вперед просто то есть это не то что вот все 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 мы достигли вверх а сейчас все будет падать нет это мы приближаемся к верху будет нужно быть очень осторожным покупки совершать очень очень боязливо и очень внимательно и подыскивать что можно закоротить вот это что я хотел показать вам от этих индикаторов роман отдаю вам забирайте себе обратно да спасибо александр да я сейчас вы командир вы заберете себе обратно прекрасно спасибо и я сразу же открыл такс посмотреть может ли немецкий рынок быть более интересным чем американский как занятное то есть на недельном графике ситуация дак сильнее чем америка сейчас себя ведет то есть на недельном графике дакс приближается тоже к высотам к летним но такой жесткой дивергенции которые строятся в америке здесь не видно а самое интересное с правой стороны на дневном графике дакс открылся ровно сегодня а торгует по самым верхам то есть дакс гораздо сильнее то есть если покупать немецкие акции или американские сегодня я бы конечно пошел скорее во франкфурт спасибо александр давайте посмотрим на евро доллар с левой стороны недельный график стратегические решения евро поднимаются евро выше ценности рост стабильный где-то три недели там назад был такой истерический немножко всплеск но после этого все устаканилось импульсная система зеленая и стратегическое решение если торговать евро долларом нужно играть на повышение смотрим на дневной график с правой стороны видим очень сильное ралли я это оцениваю глядя на индекс силы в одной из нижних панелей вы видите что вот каждый взлет который был на за последние несколько месяцев в евро долларе полностью был подтвержден индексом силы и даже сейчас но чуть-чуть славит чуть-чуть слабее сейчас чем он был пару недель тому назад но но не слаб он продолжает быть высоким правила которые у меня есть я никогда не покупаю на вблизи верхнего конверта я никогда не играю на понижение вблизи нижнего конверта из-за этого иногда пропускаю хорошие сделки но глядя на евро доллар я вот только смотри на эту красную линию быстрая скользящая средняя опустись опустись мне поближе вот это будет зона ценности вот тут и начну покупать спасибо александр давайте посмотрим на золото один из самых интересных сигналов на финансовых рынках это то что раньше называл пальцем а потом у меня была переводчица в москве которая переводила мою книжку с английского на русский я конечно вычитал этот перевод и отредактировал его она была блестящая переводчица к сожалению умерла несколько лет тому назад было инвалидом и она сказала это говорит надо не пальцем называть а хвостом кенгуру потому что кенгуру отталкивается от хвоста когда прыгает вперед и вот хвосты кенгуру на всем недельном графике вот верхушка которая была в начале прошлого года вот хвост кенгуру то есть плотное такое шитье цен и вдруг из него выскакивает один столбик раз так вот вверх это вот есть хвост кенгуру последний хвост кенгуру наблюдался в сентябре когда была паника в золоте золото упало раз упало два и тут же поднялось и остался вот такой вот хвост кенгуру торчащий вниз от этого хвоста начался новый взлет на рынке золота и этот взлет прекрасно продолжается золото стоит на повышение золото на повышение мне думается не думается что верхушка двадцать третьего года будет превзойдена потому что когда я смотрю на недельный график я вижу какие высокие были уровни мсд гистограммы а сейчас она растет и и и движение только началось так что тут вот нет такой дивергенции которую мы видели на рынке S&P где один пик очень высокий а другой почти никакой здесь последний пик растет очень даже хорошо поэтому глядя на дневной график я только сказал бы столько скажу что я не покупаю возле верхнего верхнего конверта рынке это как маниакально депрессивные пациенты верхняя граница конверта показывает геопациента мания нижняя граница конверта показывает геопациента депрессия я грубое слово сумасшедшие да особенно я пытаюсь подыскать более приличное слово на как ничего на ум не идет но вот здесь вот сумасшедшие здесь мани у пациента пациент в маниакальном состоянии я не буду с ним вместе бегать я подожду пока цены опустятся в зону ценности и и мы видим что вот в прошлом месяце в ноябре был прекрасный спуск в зону ценности даже еще немножко ниже это была прекрасная возможность покупки дайте мне еще одну я буду опять покупать сейчас только смотрю на это да сильный рынок бычий рынок дайте мне коррекцию я к вам присоединился а по верхам спасибо александр давайте посмотрим на нефть очень хороший сигнал на покупку на недельном графике мы видим как вот особенно для тех кто недавно присоединился до кто может быть сегодня впервые присоединился к нам вот этот горизонтальная цветная полоска она представляет она представляет собой из себя изображение индекса изображение импульсной системы систему которую разработал вообще тысячи лет тому назад тысячи лет в начале 90 и это не система торговли это система цензуры она говорит что разрешается делать а что нельзя поэтому когда вот импульсная система красная покупать запрещено а когда она перестает быть красный покупать можно и вот как раз на этой неделе запрет на покупку нефти ушел все можно покупать вот это сигнал с недельного графика мы сидим гистограмма ниже нуля индекс силы ниже нуля то есть они все недооценены это хорошие нет и цена сама ниже скользящих средний то есть это недооцененных рынок 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 который торгуется ниже зоны ценности переходим на дневной рынок на днем измените на дневной график справа и мы видим как вот медведи били-били и ничего не добились и сейчас произошел поворот вверх импульсной системы перестала быть красной стала синей вчера сегодня она уже зеленая я сказал немножко раньше когда вкратце упоминал свои позиции что не только одна позиция на повышение длинная позиция это как раз по нефтяной компании лучшее время покупать конечно было когда дневной график был ниже ценности но даже и сейчас это не поздно нефть на повышение спасибо александр и любимый bitcoin по просьбам трудящихся один корифей один корифей сидит значит в тюрьме сейчас ждет приговора тут же значит сначала суд потом приговор сначала его осудили это как его банкман фридман была смешная статья грустная и смешная статья в wall street journal он он трейдингом занимается теперь сидя в тюрьме да но каким трейдингом значит он покупает различные услуги у других заключенных а валютой раньше были сигареты сейчас курить в тюрьме запрещено это все жестоко конечно а валютой являются пакеты с тунцом значит вот он когда ходил на суд сколько там за два или три пакета с тунцом его постригли например да бедолага сидит там а сейчас значит а в сиатле сейчас запретили уезжать из страны я забыл как зовут его китайцы у которого который создал комп биржу байнер сплошные проблемы но при этом но при этом но при этом биткоин держится стабильно я бы сказал даже не то что стабильно а на недельный график он держится маниакально он держится возле верхней границы конверта хотя импульсная система на недельном графике у правого края дает нам сигнал что оказывается играть на на понижение теперь можно почему можно потому что когда импульсная система была зеленой то можно покупать или стоять в сторонке а сейчас значит она уже не зеленая поэтому можно играть на понижение вот и все так стратегической стратегическое решение можно разрешается играть на понижение переходим к дневному графику центре графика мы сиди гистограмма показывает где был индекс где был максимум бычьей силы это было в октябре после этого по инерции биткоин поднялся и он даже сегодня если я не ошибаюсь достиг новой высоты он поднялся на самую высокую точку этого года хотя торгуется уже сказать последняя цена у него уже пониже смотрим на мы сиди гистограмму ниже нуля смотрим на и мы сиди линии падают смотрим на индекс силы ниже скользящей средней очень опасное место для быков очень опасное место для быков очень опасно я не торгую криптой но если бы не искал алекс должен поставить сделку сегодня пошел то я бы конечно коротил спасибо большое александр мы посмотрели все основные рынки то что мы обычно делаем сейчас как раз время подвести итоги конкурса и я покажу нашу таблицу у участников кто у нас участвовал в конкурсе ну и также в конце уже после нашей основной встречи расскажу про правила в целом как за небольшой резюме с моей стороны было много сделать предложено именно в лонг да ну собственно и рынок рос и достаточно много сделок было закрыто по take profit у были предложены и акции и ripple но он сделка не закрылась поэтому самое большое движение было как раз по криптовалюте ripple 11 процентов но сделка не закрылась поэтому у нас победитель в этот раз в этот месяц участник который предложил и тех на nasdaq и который прошел движение порядка почти 8 процентов если хорошо поймал поймал это ралли которое было в ноябре очень удачно да как раз конец октября от и достаточно большое большое движение было реализовано уже в ноябре вот поэтому поздравляем филиппа я обязательно расскажу как получить приз эта книга с автографом александра а теперь как всегда по традиции давайте посмотрим на несколько сделок я выбрал так как у нас было много сделок которые закрылись по take profit у на самом деле я выбрал одну сделку которая у нас была закрыта по take profit у давайте посмотрим на нее как раз вот та позиция которая победила чтобы как раз показать да иллюстративно то есть недельный график вот здесь была на предложена сделка на покупку 377 стоял take profit да и то же самое на дневном таймфрейме то есть александр если своей стороны вы можете прокомментировать очень удачно очень очень удачно очень правильно сделала то есть сделка была открыта на недельном графике когда импульсная система перестала быть красной то есть запрет на покупку был снят да на дневном графике был ложный пролом вниз вход просто прекрасный а выход тоже выход замечательный выход филипп вышел из сделки по верхам то есть когда когда нас так подошел к недавним верхам он снял прибыль не жадничал то есть у мужика кружка пива значит и еще пены много вот он пиво выпил а пену оставил другим пускай они там с ней разбираются поздравляем еще раз победителя и как всегда по традиции на сегодня будет одна позиция которая закрылась с убытком модерну мы разбирали уже несколько раз и не везет пока этой бумаги да то есть на какой-то рост тем не менее импульсы тоже в ней возникают и в том числе растущий рынок в целом так как помог да общее направление можно сказать было на повышение дату часть месяца но здесь как раз интересно порассуждать над точкой входа да то здесь как раз было предложено на нелегально нелегальная точка входа да импульсная система была красной товарищ наш поторопился если бы он подождал пока значит импульсная система отпустила его то была бы сделка конечно скорее всего прибыльной тем более уже мы видим что дальше цена дошла то есть опустилась ниже и после этого рост но на какую-то часть месяца то есть до сегодняшнего дня он здесь возобновился поэтому иногда терпение тоже до трейдера очень важный навык модерна модерна компания модерна создатели этой компании сделали колоссальные деньги во время пандемии потому что они делали вакцину от пандемии сейчас конечно многие люди уже большинство людей не вакцинили вакцинируются но при этом они продолжают разработки вакцины от рака от разных заболеваний так что компания очень серьезная но никак не схватит эту волну вверх не надо быть героем надо подождать спасибо александр да посмотрели бумаги которые нам соответственно присылали наши участники и можем перейти к посмотреть отдельные бумаги и тоже порассуждать именно о них будут несколько бумаг которые не такие с не такой большой историей но возможно да какой-то комментарий опять же выбрал выбирал бумаги которые был достаточно стремительный рост или падение там за последний месяц чтобы как раз посмотреть в какой фазе какой ситуации не находится потому что движения под ним были но не по всем есть продолжительная история если не удастся порассуждать то будем переходить к следующему и первое это дордэш это это компания которая доставляет еду на дом и история очень недолгая у нее то есть история всего где-то меньше года историю этой компании я обычно избегаю компании без истории потому что трудно базировать свой анализ не имея истории на на недельном графике мы видим вот это вот кажется что двойной двойной топ мсд гистограмма еще не включилась потому что нет 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 достаточной истории индекс силы показывает жесткую медвежью дивергенцию импульсная система стоит стоит на зеленом на недельном графике значит запрещает играть на понижение но хотел сказать руки чешутся на самом деле не чешутся потому что слишком я иногда говорю это 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 акция прямо но как девушка настолько молодая что может быть даже нелегально пускай подрастет но но в принципе она готовится становиться готовится к коррекции кажется мне из-за дивергенции на недельном графике из-за жесточайшей дивергенции индекса силы на дневном графике из-за того что сегодня вот эта акция открылась ровно подскочила до нового исторического пика и тут же развернулась сейчас торгуется по низам так что но недельный график запрещает продавать вот так вот хожу вокруг с одной стороны с другой стороны и когда я ловлю себя на том что я вот говорю это с одной стороны с другой стороны я просто иду на следующий график потому что никогда не нужно насиловать себя что вот вот как как я буду торговать этой акции потому что хорошие сделки прыгают на вас с экрана сейчас на экране компания убер это служба такси такая да я сам пользуюсь от убером особенно когда путешествую очень удобно не знаешь чужой город не знаю что и как и куда нажимаешь на кнопку на телефоне и подъезжает машина все очень резонно и и сильнейший быть рынок происходит сильнейший да на недельном графике uber переоценен возле верхней возле верхней кромки на дневном графике он переоценен выше верхней кромки но если она пустит в зону ценности это будет сказать вполне привлекательная сделка коротить нельзя потому что недельный недельная импульсная система зеленая ждать недельность ждать сделки на дневном графике вполне резонно спасибо александр и как раз от осуждали bitcoin и одна бумага мне попалась это coinbase крипто биржа как не крипто биржа как кошелек это как как песня высоцкого есть свой человек я была кокаре свой человек у щипачей и даже сам товарищ токарев из-за меня не спал ночей щипач это который срезает срезает карман и вытаскивает кошелек наверное искать сейчас эти люди занимаются крипто не знаю и боюсь бро и что-то сказать потому что сам bitcoin как как мы посмотрели выглядит неблагополучно эта акция в полной бычьей истерики выше верхнего конверта на недельном графике выше верхнего конверта на дневном графике и вот я так разве не стал бы покупать если допустим зону ценности потому что крипто все эти вот крипто акции они движутся по каким-то странным правилам которые мне к сожалению или без сожалению недоступны так что я пропущу эту акцию давайте посмотрим на netflix что происходит сейчас на американском рынке есть небольшая группа компаний которые абсолютно ведут вот этот бычий тренд netflix выпал из этой группы потому что были проблемы в прошлом году но 300 групп и великолепная семерка а netflix это был бывший член великолепной семерки очень сильный бычий рынок достиг уже достиг летней верхушки дивергенции никаких не наблюдается зеленая импульсная система запрещает играть накоротка и и на дневном графике с правой стороны подъем притормозил поэтому если netflix опустится в зону ценности я думаю это будет совершенно резонный резонно посмотреть насчет купить спасибо александр а адоби адоби это компания которая выпускает софт для различного дизайна и сейчас насколько я слышу все больше занимается искусственным интеллектом очень сильный тренд на недельном графике импульсная система зеленая запрещает играть на понижение дневной график тоже идет по бежит по канату под крышей очень сильный последний пик мы сидим гистограммы на последнем на неделе на дневном графике говорит о том что это еще скорее всего не конец бычьего тренда поэтому если вы представится возможность увидеть эту эту акцию зоне ценности стоит подумать о покупке спасибо александр следующая бумага это илюмина биотехнологическая компания вы можете немножко уплотнить недельный график чтобы больше истории увидеть окей значит компания 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 стоила почти 600 долларов сейчас она стоит меньше ста можно вернуться к обычному формату я хотел посмотреть можно ли ее квалифицировать как я называю падшие ангелы падшие ангелы падшие ангелы это компании которые потеряли больше 90 процентов ценности нет это это не падшие ангел но происходит очень жесткий обвал на недельном графике никаких дивергенций ничего но импульсная система перестала быть красной перестала быть красной разрешена покупка вот эта стрелочка на опять-таки на недельном графике близ правого края стрелочка под индексом силы говорит о том что были были панические продажи но несмотря на панические продажи акция стабилизировалась смотрим на дневной график мы видим как раз вот где вот и были эти панические продажи видимо было сообщение о доходах оно было неудовлетворительное и акция упала но мы видим что создается бычья дивергенция MSD гистограмма делает все более и более плоские донышки индекс силы все более плоские донышки можете подвинуть немножко вот вот спасибо и на недельном графике акция колоссально недооценена то есть она ниже зоны ценности она в зоне депрессии ниже конверта а на дневном графике уже начинается возврат к норме поэтому вот это одна из тех акций где я бы подумал об игре на повышение спасибо Александр еще одна бумага которая также стремительно росла в ноябре это экспедиум этим летом во многих газетах писали здесь что путешествие в отместку то есть люди отсидели под пандемией в той или иной форме пару лет сейчас все стали путешествовать и конечно это компания которая связана с путешествиями это как турагентство в режиме онлайн сыграло очень хорошо но сейчас мне кажется что акция в опасности потому что она выше конверта на недельном графике выше конверта на дневном графике но при этом последний пик MACD гистограммы был рекордным на недельном графике был рекордным на дневном поэтому если она опустится в зону ценности на дневном графике я буду на нее внимательно смотреть с точки зрения купить спасибо Александр и последняя бумага из моего списка это компания OnSemiconductor недельный график показывает почему нужно быть очень 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 осторожным перед тем как компания объявит выпустит ежеквартальное сообщение о доходах то есть акции торговались если можете чуть-чуть корсор подвинуть спасибо акции торговались по 80 долларов с чем-то и в одно не очень прекрасное утро они открылись по 70 и опустились до 60 вот кто-то купил перед самым кто-то купил ее в тот день до сообщения о доходах кто-то купил эту акцию и бедолага потерял не отходя от кассы 25% обидно да а сейчас сейчас картин стал гораздо более интересной акция ударила вниз и все и больше уже не падала стабилизировалась импульсная система перестала быть красной две недели полторы недели уже назад и покупка разрешена смотрим на дневной график и здесь мы видим что компания поднялась в зону ценности но застопорилась я не вижу ни одной дивергенции нигде дивергенция обычно не помогает определить готовность акции к развороту по-моему акция выпала из окна как человек выпал из окна не умер но ему надо еще полежать пока придет в себя я подождал второго донышка где-то сейчас акция торгуется по 70 71 доллар с копейками где-то в районе низких 60-х я думаю будет возможность купить спасибо александр в целом мы посмотрели все бумаги из того списка который у меня был возможно если с вашей стороны какую-то бумагу я бы мог добавить которая вас привлекла внимание мы могли бы на нее посмотреть у нас еще есть 6 минут знаете есть несколько вопросов на которые я хотел бы ответить да конечно причем вопросы вопросы интересные на самом деле важные к сожалению не подписаны я прошу когда вы когда посылаете вопросы подпишите именем не обязательно фамилия но именем то что знать что это не анонимка пишет один из наших участников в момент образования быщего или медвежьего расхождения часто случается что последний столбик существует резкое движение я не успеваю открыть позицию стоит ли несмотря на это пытаться войти в рынок или нет если я сам предпочитаю спокойные рынки с плавным медленным движением ну по-моему вы сами сами ответили на свой вопрос вы предпочитаете плавные рынки вот живите с ними это то о чем я говорил в самом начале нашего класса сегодня весь рынок не охватить поэтому нужно найти что работает для вас и вот жить с этим не отходите создайте вот эти правила знайте где вам комфортно а то что где-то то что где-то бывает лучше нельзя объять необъятное да следуйте своему методу и просто никогда не забывайте что весь рынок не обхватить все движения не поймать всех акций все акции не проанализировать вам нужно найти свой уголок и жить и жить и успешно в нем жить еще один участник спрашивает кстати похожий вопрос я очень часто ставлю цель для покупки но когда я вхожу на биржу цена уже уходит вперед что вы посоветуете делать все равно открывать и точку выхода ставить с учетом новой цены или оставить старую точку выхода если вы пропустили поезд не надо бежать за ним не надо прыгать на подножку на рынке сотни тысячи акций но метод который я люблю использовать чтобы поймать такой хороший вход в сделку вы сегодня слышали несколько раз как я говорил о том что когда вернется в зону ценности когда вернется в зону ценности я не сижу перед экраном и не жду я прошу много времени перед экраном я не караулю эту зону ценности я высчитываю где эта зона ценности находится на сегодняшний день и размещаю там приказ о покупке на сегодняшний день то есть цена идет вверх выше ценности а внизу зона ценности вот такая я вот в эту зону вставляю приказ о покупке если цена упадет то я поймаю это дело и следующий только на один день на следующий день не пересчитываю потому что скользящие средние поднимаются зона ценности поднимается поэтому ставить вот такой приказ внутри зоны ценности или даже пониже зоны ценности в зависимости от вашей ориентировки на эту акцию чем ждать входить смотреть а уже есть или еще нет поставить приказ на один день и жить спокойно еще один вопрос пришел до того как начался наш класс я просто посмотрел вопросы наверное потом еще какие-то поступили но я увидел первый вопрос Сергей спросил смотрю ли я на месячные графики акций и он упрямил какую-то акцию которая строит дивергенцию на месячном графике боюсь что нет я смотрю на месячные графики главных индексов S&P да у нас я это делаю на уикендах обычно рассматриваю недельные графики все все зоны временные не обхватить и их не надо обхватить потому что если вы смотрите на если вы любите играть на дневных графиках то месячный слишком далеко для вас недельный месячный или извините недельный дневной или дневной часовой или часовой десятиминутный найдите себе вот эту пару которая соотносится примерно как пять к одному и живите с ней вот именно поэтому я не смотрю на месячные графики как-то ко мне давно пришел на консультацию один человек и говорит вот вы говорите недельные графики и дневные а я говорит недавно продал отель получил 15 миллионов долларов и мое любимое занятие это играть в гольф я не хочу сидеть перед экраном могу я могу использовать ваши методы но не смотреть на дневные графики а смотреть на месячные стратегическое решение на месячных тактическое на недельных конечно можно мы посмотрели мужик остался доволен потом еще спасибо прислал то есть найдите вот свой уголок и живите в нем хорошо Роман я гляну тогда еще одним глазом может быть что еще какие-то еще вопросы похоже вопрос по поводу минутного таймфрейма я вижу вопрос значит вижу вопрос Денис спрашивает какие фундаментальные показатели необходимо знать трейдеру я не тот человек которого нужно я смотрю я смотрю только когда будет сообщение о доходах вот этого дела я избегаю потом я знаю что есть индустрии которые очень живые например вот полупроводники я на них смотрю почти каждый день потому что это то на что смотрят это то чем рынок активно занят а какие фундаментальные показатели я не тот экспорт у которого который который может серьезно что-то об этом сказать Максим когда лучше входить в позицию в конце дня в начале я люблю все делать рано я люблю открывать сделки в начале дня после первого получаса в начале дня в начале недели когда есть время скорректировать что-то в конце дня потом уже это дело конечно гораздо сложнее это вот все вопросы которые я вижу Роман если вы видите еще какие-то бросьтехни нет я думаю что все вы ответили на все вопросы посмотрели все инструменты спасибо большое Александр я сделал тоже небольшой анонс для участников кто сейчас еще пока не отключился чтобы все ожидали от следующей встречи в декабре до финального вебинара в этом году мы с Александром предварительно договорились как раз обсудить 23-й год и порассуждать о том какой может быть 24-й год то есть надеюсь что у нас как раз в таком режиме мы сделаем нашу следующую встречу такую небольшую анонс спасибо большое Роман всего хорошего до встречи спасибо большое Александр желаю вам хорошего дня хорошего завершения месяца и увидимся с вами уже в декабре спасибо до встречи всего хорошего нашим участникам и уважаемые участники также как я обещал несколько слов сказать про индикаторы Александра во-первых расскажу про то как индикаторы можно получить индикаторы предоставляются бесплатно для клиентов Admirals при наличии реального счета с балансом более 200 евро индикаторы устанавливаются работают на вашем реальном счету и вы можете проводить точно такой же анализ как вы видели только что в рамках нашей встречи как я демонстрировал это на платформе MetaTrader 5 для удобства для тех кто сейчас смотрит в зуме я почту приложу в чат чтобы вы смогли ее скопировать и ей воспользоваться а для тех кто смотрит у нас уже записи на ютубе почта будет в описании к видео присылайте запрос и соответственно мы вам вышли индикаторы шаблоны видеоинструкции по установке вы сможете сделать таким образом как я показывал в ходе нашей встречи и в том числе здесь важно понимать что возможно не все элементы не все инструменты вы будете использовать в повседневной торговле но по крайней мере чем-то вы сможете дополнить и если вам опять же в точке зрения рассуждения Александра кажется это интересным для того чтобы протестировать и посмотреть то вы можете это сделать и познакомиться с индикаторами Александра и также как я обещал это рассказать про правила конкурса вы сегодня как раз видели пример данного конкурса где мы подводили итоги и расскажу про правила собственно в конкурсе нас принимают все участники на нашем ютуб канале для тех кто еще не подписан сейчас присылаю ссылку в чат и для тех кто смотрит нас уже на ютубе вы уже там значит вот под этим видео у нас конкурс и проходит соответственно что нужно сделать для участия в конкурсе подписаться на ютуб канал Admirals поставить лайк под видео и в комментариях предложить одну сделку по одному активу который торгуется в Admirals у нас торгуются более 5000 инструментов поэтому всегда максимально ликвидные они торгуются то есть вы видели примеры из сделок которые были и по криптовалютам и по индексам и по ETF то есть большинство инструментов у нас торгуются понятно что не все так как рынков много бирж много стран много но самые ключевые они у нас представлены но вы всегда можете проверить на нашем сайте или в платформе в комментарии нужно предложить цену входа то есть по какой цене то есть это торговля как на предполагаемое то есть вы торгуете на бумаге вы предлагаете цену входа предлагаете стоп лосс и тейк профит и пишите когда вы делаете это предложение чтобы мы смогли по времени отследить как раз данную сделку то есть в шорт или в лонг это в зависимости уже вы можете выбирать соответственно побеждает та сделка чье движение будет большим в процентах то есть мы не применяем там лавередж мы просто смотрим какое в процентном соотношении движение по этому стименту было выше то есть где-то 7% где-то 10% но предпочтение отдаем тем сделкам которые закрываются по тейк профиту соответственно конкурс проходит в период от одного вебинара до другого соответственно с 30 ноября до 27 декабря практически месяц у нас дается времени как раз участие в этом конкурсе сделка может быть один день пять дней две недели месяц все зависит от вашего масштаба и от самой идеи которые реализуются но как я уже сказал предпочтение отдается тем сделкам которые закрываются по тейк профиту и важный момент комментарии нельзя редактировать если вы хотите найти пример того как предлагались эти сделки вы можете пойти в предыдущее видео и посмотреть в комментариях как предлагали их участники но в целом все достаточно просто то есть вы предлагаете сделку это может быть по вашей системе может быть по системе Александра и на следующем вебинаре мы подведем как раз итоги победитель получит книгу с автографом Александра и возможно часть сделок мы разберем с комментариями Александра поэтому даже ради этого стоит поучаствовать в конкурсе и приятным призом будет как раз книга с автографом Александра с моей стороны это все спасибо большое уважаемые участники спасибо за вашу активность за то что пришли будем ждать вас в декабре и подведем итоги года поговорим о предстоящем двадцать четвертом году что нас может ожидать и всем желаю хорошего вечера до встречи в декабре всем спасибо и до свидания субтитры